Нематериальное культурное наследие Вроде бы мы хорошо представляем, что география имеет дело прежде всего с материальными объектами Горы, гидрографические объекты, биота, города, поселения другого типа, люди, памятники, другие объекты и так далее А не материальное наследие, это в конечном счете что? Это когда люди поют что-то такое традиционное, пляшут и так далее Какое это отношение имеет к географии? Вообще говоря, прямое, а иногда и косвенное, но имеет Вот пара примеров, чтобы мы могли четче это представлять Скажем, в нашей стране более 50 национальных парков в настоящее время Мы хорошо это знаем И есть один замечательный парк в Карелии Парк Калевала Всякий, наверное, живущий в нашей стране понимает Что такое название связано с карело-финским эпосом Калевала Стоящий из приблизительно 50 рун или песен Которые представляются безусловно наследием карелов и финнов Так, во всяком случае, эти два этноса воспринимают этот эпос Так вот, территория этого парка Это те деревни, в которых пели руны Калевала Руны по-карельски это песни Таким образом, мы видим удивительное дело Деревень этих практически не осталось От них некоторые следы Есть только пространства, в которых этот феномен имел место когда-то Таким образом, мы имеем дело с культурным пространством Это тот феномен, который характерен для современной социальной географии Как части географии вообще Или пример из другого региона Представим себе Восточный Памир Место проживания восточно-иранских народов Бартанцы, ишкашимцы, рушанцы и так далее Народы, которые глубоко интегрированы в свою историческую природную среду И при этом народы, для которых характерен удивительно специфический, но во всех случаях высокий уровень культуры Экологической культуры в том числе Что общего для всех этих народов? По-видимому, то, что эти небольшие этнические группы относятся к конфессии исмаилитов Проживающих только в этом регионе, во всяком случае на территории Таджикистана Это специфическая конфессия, которая не выражена ни в каких материальных формах У них нет молельных домов Они не носят специальную ритуальную одежду У них нет священников, мол, в частности, хотя это часть ислама Тем не менее, настолько мощная культурная традиция, характерная для этого региона Что она живет и в этих условиях, но живет в определенном пространстве Которое мы также можем считать культурным пространством Имея в виду и его экологический аспект Так вот, это тоже наследие Хотя и зачастую не выражено ни в каких материальных объектах Но оно связано вполне конкретно с определенными пространствами Как связано? В каких формах? Это и есть предмет исследования современной географии Что мы и попробуем увидеть в рамках сегодняшней темы Здесь мы видим, обратил внимание, опять символ всемирного наследия Хотя правильнее может быть показать и другой символ В частности, по отношению к нематериальному культурному наследию В 2003 году был предложен вот такой символ Здесь мы видим подпись и вариант названия Этой формы наследия на английском языке Intangible cultural heritage Взяли на вооружение, запомнили Так вот, эта эмблема была предложена хорватом Ковачевичем В 2003 году И она стала официальной эмблемой Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Взяли на вооружение и помним вместе с тем Автора эмблемы материального культурного и природного наследия Помним? Ну и хорошо Итак, сегодня мы рассмотрим следующие четыре вопроса Понятия о культурном наследии Формы его бытования Регламентация на мировом уровне И на протяжении всей лекции рассматриваем сюжет О факторах риска для нематериального культурного наследия Итак, прежде всего зафиксируем По этой теме традиционной литературы в виде учебников, книг, статей, сборников и так далее К сожалению, очень немного Эта тема представлена в отдельных, частных, довольно узких профессиональных изданиях Поэтому мы ее изучаем преимущественно с помощью интернет-сайтов Некоторые из них показаны здесь, это важнейшие сайты Или, может быть, наиболее ценные в информационном отношении И частично, может быть, что-то из тех, которые вы нашли для своей работы Выполняя первое самостоятельное задание В любом случае мы вводим понятия нематериального культурного наследия Под которым мы понимаем особо ценные явления духовной культуры народов В форме национальных языков Фольклора, искусства, научных знаний Хотелось бы особенно подчеркнуть Бытовых навыков, обычаев и традиций Этносов и иных социальных групп Этносов, в первую очередь, и иных социальных групп С этим понятно? И хорошо Тогда вопрос А каких иных социальных групп, помимо этносов? Ну, прежде всего Конфессиональных групп Профессиональных групп Гендерных, может быть Возрастных Ну и так далее Ну, скажем, мы хорошо представляем, что Военные во всем мире имеют свои собственные праздники В нашей стране День защитника Отечества Бывший день Советской Армии и Военно-Морского Флота День десантника Ну и так далее Ну вот, так мы определяем Понятие Нематериального культурного наследия А здесь То, в какой форме Оно Бывает представлено И которое мы видим Вот Вещи, которые укоренены в своей территории Глядя на этот снимок Сделаны В не очень хороших условиях Поэтому, может быть, не совсем Такой вот четкий Ночь Зима Декабрь Но зато мы четко представляем Где это сделано Если представить Что это сделано В своей естественной Изначальной среде Где? Совершенно верно В Индии Индия Это регион Где люди говорят На более чем Шести сотнях языков Но у них есть один общий язык Который все понимают Язык танца Это самый древний язык И это живой язык Именно поэтому Это часть живой культуры В этой стране Интересно Что практически все Жители Этого региона Владеют этим языком Языком национального танца Интересно представить А в нашей стране Все в состоянии Пользоваться Этой формой Коммуникации И как это выражено В разных регионах Нашей страны Мы хорошо представляем Где-то лучше Где-то хуже Например На Кавказе Трудно представить себе Мужчину Который бы Не смог Станцевать лесгинку В любой ситуации Ну и так далее Или Другое фото Мы его уже Рассматривали Как символ Сегодняшнего занятия На прошлом занятии Мы вспомнили Что это за танец Танго Совершенно верно И если Представить Что это сделано В своей Исторической среде А это именно так И сделано То конечно же Это Аргентина Более того Не вся Аргентина Страна-то огромная А конкретно Город В котором В котором Стали танцевать Этот танец Это Буэнос-Айрес Город с интересным Названием Доброе Ветро Там Но и Буэнос-Айрес Это тоже Огромный город А начали танцевать Его в портовом районе И всякий Историк Культуры И просто Нормальный Аргентинец Знает Что этот район Называется Ла Бока Где сделано Это фото Это район Где Танго Стала Не только Главной Может быть Традицией Но и Главной Формой Выражения Жителей Этого региона Вплоть до настоящего времени Что мы видим На этом Снимке Мы видим Школу Танго А таких школ Там немало И где мы видим Молодых людей Здесь Которые Демонстрируют Свои Таланты Для кого Демонстрируют Для туристов Ибо всякий Попадающий В Аргентину Попадает В эту Пленительную Атмосферу Этого танца И этому Содействуют Вот Подобного Рода Уличные Манифестации Проявления Которые Встречаются Очень часто На территории Всего города В этом Состоит Специфика Культурных Традиций Этого Региона Эти молодые Люди Скорее всего Студенты И их занятие Главное Не друг с другом Танцевать А танцевать С туристами Это могут быть Туристы Мужчины Женщины И так далее Могут быть Молодые Старые Вот здесь Мы видим Куда более Зрелые Танцоры Которые Ждут Своих Туристов При этом Довольно Демократично За танец Под Такую Вот Сжигающую Музыку Можно Оставить Монету Купюру Вот в эту Шляпу Музыку 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 Культур Культурной Традиции Традиции Ну вот В такой форме В каких формах Еще Для этого Давайте попробуем Представить себе Форму бытования Нематериального Культурного Наследия Довольно Сложно Построить Их В какой-то Определенной Логической Последовательности Но совершенно Очевидно Что если Выстраивать Эти Формы По Чистоте Проявления То на первом месте Скорее всего Все-таки Всегда И везде Будут Религиозные Культы Это очень Древняя Форма Нематериального Культурного Наследия И которое Фактически Повсеместно Даже в тех Местах Где Основная Часть Населения Жителей Соответствующих Стран Являются Атеистами Тем не Менее Проявление Традиций Связанных С религиозными Культами По-прежнему Очень Сильное Достаточно Представить себе И нашу Страну Попробуем Ответь на вопрос А в чем Это проявляется Следование Традициям Среди Атеистической Части Населения Ну например Все любят Масленицу В нашей стране Все Поддерживают Традицию Печь Блины На морозе Значит Вот Веселиться Гулять И Вот Один из Примеров При этом Что интересно В Москве Которая Давно Уже Явно Преимущественно Христианский Город Город Христианской Культуры Тем не менее Вот такие Языческие Праздники Как впрочем И по Всей стране Вы Прочитали Список Форм Бытования Нематериального Культурного Наследия И обратили Внимание Что здесь Стоит Многоточие Действительно Здесь Перечислены Некоторые Может быть Самые Распространенные Формы Бытования Но не Все У нас Нет Такой Задачи А задача Стоит Увидеть Как Эти Формы Бытования Проявляются В реальной Жизни Попробуем Это Представить Итак Начнем С самых Распространенных Форм Связанных С религиозным Культом Давайте Представим Пожалуй Самая Распространенная Самый Распространенный Религиозный Культ на территории Нашей Страны Это Христианство В форме Православия А среди Святых В пантеоне Религиозного Культа Нашей Страны Среди Первых Мог быть Назван Николай Меркелийский Меркелийский Который Известен еще Как Николай Чудотворец И многое Многое Другое Он Известен В том числе И Географом Людям Путешествующим Как Святой Который Поддерживает Путешественных В какой степени Близко И Нам Географом Его Имя Меркелийский Связано С тем Что Он Жил Проповедовал Будучи Епископом В городе Меркелийское Нынешний Город Демре Что На Средиземноморском Побережье Турции Это Историческая Личность Эпохи Пятого Шестого Века Нашей Эры Это Один Из самых Последовательных Христиан Своего Времени Который На протяжении Своей Жизни Совершил Множество Деяний Которые Выделили Его Из Среды Других Священников Того Времени Он Заявал Такую Популярность Что После Смерти На Месте Где он Был Упокоен Была Построена Церковь Остатки Которые Мы Видим На Этом Слайде На этом Слайде Заодно Заметим Что Вот Окружающая Территория Поднята По отношению К основанию Этого Храма На Несколько Метров Что Это Такое Это Пример Культурного Слоя Так Выросшего Здесь За Период С Момента Постройки Здесь Этого Храма Внутри Храма Место Где Был Захоронен Николай Чудотворец К сожалению Так История Распорядилась Что Мощи Этого Святого Христианского Были Похищены Его Италия Италии 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 И в настоящее время Находится в городе Бари В Италии На юге Италии Но место это Воспринимается Как безусловно Очень важное И для христиан И для Истории Культуры Этот Святой Многократно Представлен В иконописи Вот здесь Одна из самых Известных Икон Поскольку Одна из Первых В культе Этого Святого В настоящее время Она хранится В знаменитом Археологическом Музее В Анталии Что в Турции Настоятельно Рекомендую Будучи там Посетить Этот музей Один из самых Интересных Археологических Музеев В мире Вообще А вот здесь Подтверждение Важности Этого Святого И его Восприятие Как Традиции Как культурного Наследия И в нашей Стране Здесь мы Видим Фреску Дионисия С Николаем Чудотворцем Из Ферапонтова Монастыря Ферапонтов Монастырь Как мы Помним Это объект Всемирного Культурного Наследия На территории Нашей Страны И он Стал таковым Благодаря Именно Фрескам Дионисия Одного Из самых Выдающихся Живописцев Своего Времени И Некий Пример Уже Более Современный В Греции Один из Самых Знаменитых Объектов Исторического И культурного Характера В этой стране Которая Буквально Изобилует Проявлениями Материального И нематериального Наследия Есть Метеора Мы знаем Как она Выглядит Вот это Удивительное Скальное Образование Где на вершинах Скал Было Создано Полтора Десятка Приблизительно Монастырей И огромное Количество Отдельных Скитов Часовин И тому Подобное В настоящее Время осталось Действующих Шесть Монастырей Один из них Мы видим Здесь На вершине Этой Скалы Это монастырь Святой Троицы Монастыри Продолжают Действовать Привлекая К себе Внимание Огромного Числа Посетителей Ну а Посетители Зачастую Увозят С собой Иконы Как вот На этом Снимке И это Тоже Традиция Это тоже Наследие Которое Обеспечивает И престиж Этого Региона А заодно И обеспечивает Местное Население Работой Как вот Мы видим На этом Снимке Несколько Слов О Литературном Наследии Литература Как таковая Это тоже Вклад Греческой Цивилизации В современную Цивилизацию Которая Связана С Деятельностью Выдающихся Греческих Литераторов Мы уже Упоминали В этом Контексте Гомера Автора Пожалуй Двух Самых Знаменитых Литературных Произведений Античности Илиады И Одиссеи У нас есть И целая Плеяда Других Литераторов Которые до сих пор Пользуются Уважением В этой стране Ну вот здесь Мы видим Видим Платона Это Современная Скульптура Рядом С Главной Государственной Библиотекой Греции В В городе Афины А здесь На этом Слайде Очень интересный Сюжет Сам По себе Здесь Мы видим Цитату Из Выдающегося Русского Писателя Ивана Алексеевича Бунина Зачитаю Эти Бессмертные Строки Молчат Гробницы Мумии И кости Лишь Слову Жизнь Дана Из Древней Тьмы На Мировом Погосте Звучат Лишь Письмена И Нет У нас Иного Достояния Умейте Жеберечь Хоть В меру Сил Вне Злоба И Страдания Наш Дар Бессмертной Речи Замечательные Пророческие Слова Очень Глубокие Бунин Бунин Как и многие Другие Представители Русской Культуры В полной Мере Ощущал Значимость Языка Как Наследие И мы знаем Что пренебрежение К языку Как Наследию Зачастую Порождает Очень Сложные Конфликты В разных Местах Мира Где Этому Не уделяется Достаточно Внимания Ну скажем Знаменитая Война В Южноафриканской Республике Которая В конечном Счете Привела Крушению Крушению Режима Апартеида Началась Из-за Пренебрежения Властей Этой Страны К Языкам На которых Говорили Народы Этой Страны То же Самое Видим И в других Регионах Мира То же самое Видим И на Украине Жители Донбасса Прежде всего Выступили За их Право Говорить На своем Родном Языке Чему это Привело Мы это Чувствуем И до сих Пор И это Рано Неизвестно Когда еще Сможет Затянуться А есть И другие Примеры Когда Уважение К языку Вызывает Усиление Основ Государственности Одним Из Совершенно Очевидных Примеров Это Является Свейцарская Конфедерация Где Четыре Государственных Языка В том числе Рето-Романский На котором Говорит Всего Пол Процента Населения Тем не менее Это Государственный Язык Но Украине Для Половины Населения Русский Язык Это Национальный Но У него Нет Статуса Даже Регионального Одна Из Причин Вот Этого Тяжелейшего Кризиса В Нашей Соседней И Когда-то Братской Стране Ну Вот Что Интересно Вот Это Фото Удалось Сделать В Елецком Государственном Университете Здесь Кафедра Культурного Наследия И Таких Учебных И научных Подразделений Становится Все больше Во всем Мире И В какой-то Степени И У нас Среди Произведений Литературного Наследия Особенно Того Античного Периода Много Драматических Драматургических Произведений Именно В Греции Появились Жанры Трагедии Комедии И Ряд Других Именно Эта Страна Дала Миру До сих Пор Известных И Популярных Драматургов Исхила Софокла Эврипида Их Трагедии В горном Районе Вот это Горы Как мы помним Парнас Тот самый Парнас Который Связан С проявлением Удивительных Традиций Культуры Литературных Поэтических Традиций И Связано Это Прежде всего С тем Что Греки Давно Сознали Значимость Именно Этого Места Которое Они считали Центром Земли Называя Это Пупом Земли До сих Пор Бывая В Дельфах Туристы Видят То Что Они Называли Именно Этим Словом А когда-то Пуп Земли Располагался В главном Храме Этого Места Храме Аполлона Покровителя Искус Покровителя Культуры Интересно Что Это Был Первый Греческий Храм Этого Стиля И Все Последующие Каменные Храмы В Какой-то Степени Копировали Тот Храм Который Был Построен В Дельфах Вот Он Театр Который Зачастую Украшался Декорациями Ну Как таковыми Как Вот эти Вот Маски Маски Это Атрибут Обязательный Атрибут Греческого Театра Который Как мы Знаем С того Самого Времени Выполнял Очень Важные Функции Прежде Всего Функции Связаны С Образованием И Прозвещением В Какой-то Степени Это Была Школа И Школа Как правило Высоко Художественная Есть Есть Масса И Других Очень Интересных Аспектов Связанных С Функционированием Театра Но В любом Случае Театр В Греции Как теперь Во всем Мире Воспринимается Как Наследие В данном Случае Нематериальное Наследие Теперь О совсем Другом Сюжете Связанном С Нематериальным Культурным Наследием Мифы Легенды Связанная С Выдающимися Событиями В истории Стран И Народов Зачастую Это события Имеющие Отношение К Войнам Военным Действиям Одним Из Таких Великих Не побоюсь Такого Определения Событий В мировой Истории А уж В греческой Истории Тем более Была Битва При Фермопилах Которая Была В конце V века До Нашей Эры Фермопилы Это небольшой Относительно Узкий Проход В Игейских Горах Где Произошла Страшная По своим Последствиям Битва Неравных По численности И своим Материальным Возможностями Сторон С одной Стороны Это был Царь Ксеркс Иранский Правитель Персидский Как тогда Это называлось А Персия В то время Это не современный Иран Персия Это прежде Всего То что Включало В себя Всю Современную Малую Азию Территорию Очень Населенную И С развитыми Выражаясь Современным Производительными Силами И так Со стороны Со стороны Персов Было Как теперь Говорят Несколько Миллионов В этой Армии Трудно Сказать Насколько Это Правдоподобно Но По некоторым Расчетам Именно Так Со стороны Греков Относительно Небольшая Группа Защитников Представителей Спарты Которыми Командовал Царь Леонид Который Взял С собой На эту Тяжелейшую Операцию Какое-то Количество Спартанцев И весь мир С тех пор Знает Сколько Было В этой Группе Мы помним 300 Да Совершенно Верно Нам сказали Что и в Спарте Удивлялись Они Спрашивали Леонида Как Почему 300 Взял бы побольше На что он отвечал Что для того Чтобы Погибнуть Хватит 300 А для того Чтобы победить Не хватит И тысячи И так В этом Узком Проходе Греки Защищали Право На то Чтобы Сохраниться Как культура Как нация Как народ Это была Неравная Битва Но что Удивительно Они могли Выиграть Потому что И местность Этому Способствовала Узкий Проход И героизм Спартанцев Был Просто Не видан Это Пожалуй Первый В истории Исторически Правдоподобный Зафиксированный Факт Проявления Патриотизма Массового Патриотизма В такой Форме И только Предательство Одного Из Греков Который Показал Персам Обходную Тропинку По которой Персы Зашли В тыл Спартанцам И привело К тому Что Все Спартанцы Погибли Кроме одного Который В этот момент Оказался Был больным Был в какой-то Деревне И вернулся В Спарту Судьба Его Была Незавидной Ну а в память Об этом В память Об этом Остались Легенды Мифы Предания Остались И материальные Памятки Ну вот Здесь В этом Проходе Поставлен Такой Монумент Где мы Видим Царя Леонида И Воспроизведение Того Как Представляют Современники Эту Битву Впрочем Это не единственный Памятник Несколько Столетий Тома назад На месте Этой Битвы Был Поставлен Другой Памятник Леониду В виде Льва Леонид Это означает Как мы понимаем Ребенок С Вот такими Стихами Которые Принадлежат Симониду Известному В Греции Поэту И Они стоят Того Чтобы их Воспроизвести Путник Весть Отнеси Всем Гражданам Воинской Спарты Их Исполняя Приказ Здесь Мы В могилу Легли Подобного Рода Проявления Нематериального Наследия Характерны Едва ли Не для всех Народов Планеты В том числе И для России Вот здесь На этом На этих Слайдах Мы видим Поля Воинской Славы В России Бородино Прохоровка Что интересно Прохоровка Себя Позиционирует Как Третье По важности Поля Славы России Второе Это Бородино А первое Правильно Куликово Поле Хотя и до этого Были тоже Очень важные Места Выдающихся Боевых Сражений Ну в частности Битва На Калке И некоторые Другие Но в любом Случае Все что связано С историей Выдающихся Подвигов Защитников Нашей Родины Это тоже Наше Наследие Духовное Наследие Как проявление Нематериального Наследия Здесь мы Сделаем Перерыв На 5 минут Ну вот Мы говорили Также О Нематериальном Наследии Отдельных Профессиональных Групп Пожалуй Одним из Самых Ярких Примеров Наследия Профессиональных Групп Под названием Медики Это все То что связано С культом Гиппократа И предшествующих Ему Исторических Или Мифологических Персонажей Все что связано С Гиппократом Это И Наследие Профессиональной Группы И вместе с тем Это вклад В мировое Наследие Многое Из деятельности Гиппократа И в частности Того что мы видим В клятве Гиппократа Вошло как Некие Основы Идейные Основы В деятельность В частности Экологов Мы уже говорили Не навреди Это Первая Заповедь Всех Экологов Она Родом Из клятвы Гиппократа Ну а Гиппократ В своей Деятельности Персонаж Вполне Конкретно Исторический Тот который Жил На острове Кос В Пятом Четвертом Веках До нашей Эры Апеллировал К Асклепию Вот это Вот Подлинное Изображение Его Которое Мы видим В Месте Которое Исторически Связывается С Богом Богом Врачевания Это Эпидавр Который Именно По этой Причине Стал Объектом Всемирного Наследия Здесь Мы видим Знак Всемирного Наследия В эпидавре Где Туристам Показывают Огромное Количество Артефактов Связанных С Историей Формирования Системы Врачевания В Древней Греции В том числе В музее Мы видим Медицинские Инструменты Которыми Пользовались Древние Греки В период До Нашей Эры Вот они И во многом Они напоминают И современные Инструменты Что интересно В эпидавре Мы видим Материальные Примеры Того Как Некоторые Идеи Реализовались В практиках Врачевания Например Это Грекам Принадлежит Идея В здоровом Теле Здоровый Дух И здесь Наряду С Госпиталями Больницами Мы видим Великолепное Спортивное Сооружение Что Подтверждает Мысль О Глубоком Понимании Греками Той самой Простой Мысли Которую Они выразили В максимуме Тот человек Некультурный Который Не умеет Читать И плавать Плавать В данном Случае Это Общее Представление О необходимости Физической Культуры В жизни В жизни В нормальной Жизни И греков Да и всех Людей И в связи с этим Немного О физической Культуре Или спорте Как зачастую Это называется Вернемся В Дельфы Где мы Уже Сегодня Были Дельфы Это не только Аполлон Дельфы Это не только Оракул С пифиями Это еще И история Спортивных Игр В Древней Греции Именно Здесь Были Учреждены Пифийские Игры Вообще Говоря В Греции Как известно Было Четыре Виды Общенациональных Игр Помимо Пифийских Это как известно Истмейские Немейские И Самые Знаменитые Олимпийские Игры Ну вот На этих Фотографиях Мы Видим То Наследие Связанное С пифийскими Играми Ну в частности В музее В Дельфах Можно Увидеть Фигурки Атлетов Выполненные Еще до Нашей Эры В архаичном Стиле Который Не воспринимается В настоящее Время Как Нечто Совершенное В эстетическом Отношении Но Это Четко Демонстрирует Систему Ценностей Того Времени Связанное Например С такими Объектами Как Стадион На котором И проводились Эти Пифийские Игры Как Некоторое Обозначение Исторической Важности Этих Объектов Которые Мы видим Сплошь и Рядом В этом Историческом Городе Мы Мы видим Указатели Например Указатель На Гимнасии Место Подготовки Атлетов На этом Стадионе Проходили Соревнования Проходили Соревнования Что интересно Не только Спортивные Но и Художественные В частности Участники Этих Соревнований Предлагали Предлагали Свои достижения В танцах В пении И Подобного Рода Художественной Деятельности Здесь же Вручались И награды Победителям Пифийских Игр Как Мы наверное Помним Наградой Здесь Был Венок Венок Из Благородного Лавра А вот В другом Месте На других Играх Победителю Вручался Оливковый Венок Где это было? Да В Олимпии Куда Мы Попадаем Ну вот так Приблизительно Выглядела Древняя Олимпия В момент Ну что ли Зрелого Состояния Олимпийских Игр Которые Были учреждены Как мы помним Приблизительно 1300 В 1300 Году До Нашей Эры Как утверждает Мифология Сразу После Одного Из подвигов Геракла Когда он Очистил Авгиевы Конюшни Город Рос И в конечном Счете Здесь был Построен Величественный Храм Зевца Олимпийского Где Располагалась Статуя Самого Зевца Которая Была Признана В античном Мире Одним Из Девяти Чудес Света Здесь мы Видим Великолепный Стадион Здесь Есть Ипподром И здесь Обязательно Мы видим Непременный Элемент Всякого Крупного Города Важного Центра Театра Мы видим Гимнасии И целый ряд Других Объектов Вот Как на карте Выглядит Олимпия Сейчас Это небольшой Городок Который Пользуется Популярностью Главным Образом Как исторический Туристский Объект С великолепным Музеем И целым Рядом Других Объектов Которые Привлекательны Для Современных Туристов Что интересно Проведение Этих Олимпиад Совершенно Закономерно Закончилось С принятием Христианства Во всем Бывшем Античном Мире Прекратились И Олимпиады К сожалению Так получилось Но Значимость Олимпийских Игр Была Настолько Велика По целому Ряду Соображений По культурным Даже Политическим Как мы Помним Знаменитая Греческая Этихерия То есть Военное Перемирие Обязательно Объявлялось На время Проведения Олимпиад И не было Как утверждают Источники Авторитетные Источники И Пагомера И других Геродота Извините И других Эта традиция Не нарушалась К сожалению Она нарушалась В наше Время Как известно В августе 2008 Года В день Начала Летней Олимпиады Войска Грузии Нарушили Хрупкое Перемирие С Южной Осетии И фактически Начали Войну Так вот Этого Не было В те времена И весь тот Позитив Культурного Наследия Связан С Олимпийским Движением Побудил В конечном счете Современников Вспомнить О Олимпиадах И возродить Их И первым Кто достиг В этом Успехов Был барон Пьер Де Кубертен Памятник Которым мы видим На этом слайде Слайд Вернее Памятник Перед музеем Олимпийских игр Или попросту Олимпийским музеем В городе Который Позиционирует Себя Как Олимпийская Столица Мира Что это за город? Правильно Лозанна Лозанна Итак Пьер Де Кубертен Слева Мы видим Книгу Этого Автора Олимпийские Мемуары Она есть На русском языке Настоятельно Рекомендую Это пример Того Как Спорт Осмыслен В терминах Наследие И Не случайно Основная Идея Которая Присутствует В деятельности Пьера Де Кубертена Это Связь Спорта И мира В знаменитом Стихотворении Этого Автора Главный Лейтмотив Это О спорт Ты Мир О спорт Ты Мир И Пьер Де Кубертен Был Успешен Такой степени Что ему Удалось Возродить Это движение В частности В настоящее время Его Возглавляет Международный Олимпийский Комитет Вот его Здание Современное Здание В городе Лазанне Совсем Неподалеку От того места Где он Похоронен Вот его могила Буквально 15 минут Ходьбы От Здания Мок Хотя Здесь Только частично Присутствует Его Прах Свое сердце Пьер Де Кубертен Завещал Похоронить В Олимпии Что и сделано В конечном счете Так вот Благодаря Подвижнической Деятельности Этого Французского Деятеля Культуры В 1896 Году Олимпийские Игры Были Восстановлены И первые Из них Были проведены В Афинах На так называемом Панафинийском Стадионе Вот Историческое Фото С Момента Открытие Олимпийских Игр 1896 Года А вот Как он Выглядит В настоящее Время К слову Сказать Здесь Проходили И Относительно Недавние Олимпийские Игры В Этой Стране К первым Олимпийским Играм Был Выпущен Вот Такой Плакат Который Весь Насыщен Символами Традиции Олимпийского Движения Он Отражает Преемственность Современных Олимпийских Игр И тех Почти Четырехсот Игр Которые Были Проведены В Античное Время Что Интересно Как-то Гуляя По Афинам Увидел Вход В Колледж Спортивных Наук Для Греции Это нормально Говорить О спортивных Науках Причем Это на протяжении Многих Десятилетий Уже Но и в нашей Стране Отношение К этой Сфере Деятельности Меняется В нашей Стране Есть Олимпийский Университет Авторитетная Серьезное Учебное Заведение Располагающееся Как мы Наверное Знаем В городе Сочи К вопросу О исторической Приемственности Среди Спортивных Игр В том числе В олимпийской Программе Есть Марафонский Бег Длина Марафонской Дистанции Как мы Помним Чуть Больше 42 Километров Откуда Такая Величина Это Ровно То Что Пробежал Знаменитый Греческий Бегун Вот он Здесь На Этой Исторической Литографии От города Марафона До Афин И Возвестил Что Греки Победили В знаменитой Марафонской Битве Которая Стоялась Преблизительно За 10 лет До Сражения При Фермопилах Это тоже Была Невероятно Тяжелая Битва Которую От которой Зависело Будущее Греческой Цивилизации Он Пробежал Эту Дистанцию И Как Известно Умер Не Менее Пожалуй В эмоциональном Отношении Значимое Событие Случилось И на Первых Олимпийских Играх Нашего Времени Когда В Марафонском Забеге Победил Спиридон Он Был Грек Это Пожалуй Единственное Крупное Достижение Греции На Тех Олимпийских Игр Но Надо Можно Лучше Так сказать Представить Какое Очень Важное Эмоциональное Воздействие Имела Эта Победа Для Всей Греции Которая Переживала Тогда Отнюдь Не Лучшие Времена В своей Истории Нация Буквально Оживилась Вдохновилась Этой Победой Об Это Можно Говорить Много Но В результате В результате Спиридон Это Национальный Герой Как Впрочем И в Древней Греции Все Победители Олимпийских Игр Были Национальными Героями Им Ставили Памятники Часть Из которых Дошла И до Настоящего Времени И которые Мы можем Видеть В некоторых Музеях Олимпийские Игры Это Очень Важный Элемент И для Решения Хозяйственных Экономических Проблем Что мы Видим На Примере Афин Где Есть Тоже Великолепный Олимпийский Музей Вот Неподалеку От Этого Стадиона Где В числе Плакатов Который Демонстрируется Как Исторический Артефакт Самым Лаконичным А для Греции Это Особенно Важно Мы Помним Отчего Происходит Это Прилагательное От Топонима Лаконика Что В северной Части Пелопонеса Так вот Самым Лаконичным И одним Из самых Удачным Считается Плакат Московской Олимпиады Восьмидесятого Года Для Нашей Страны Это Конечно Тоже Наследие Что мы Особенно Ярко Ощутили Во время Зимней Олимпиады В Сочи Которая У всех Еще На слуху И В памяти Ну а вообще Есть и более Широкий Контекст Может быть Более глубокий Даже Чем только Сочи Это Все Что связано С олимпийским Движением В нашей Стране Связано В частности С Олимпиадой Восьмидесятого Года Вот момент Закрытия Олимпиады В Москве На Историческом Знаменитом Стадионе Лужники Который мы видим Из нашего Окна И это тоже Объект Исторического Наследия Ну вот Этими Примерами Мы Пожалуй Ограничимся И в оставшееся Время Обратим Внимание На некоторые Институциональные Основы Управления Наследием Нематериальным Культурным Наследием На Глобальном Уровне Прежде всего Отметим Что базовым Документом В этой сфере Является Международная Конвенция Об охране Нематериального Культурного Наследия От 17 Октября 2005 Года Я Настоятельно Рекомендую Ознакомиться С Этой Конвенцией На сайте ЮНЕСКО Она есть На русском Языке И обратить Внимание Особенно На то Что Имеет Отношение Географии Ну Как мы Видим В первой Статье В трактовке Точнее Определение Нематериального Культурного Наследия Мы видим Что авторы Этого Определения Апеллируют К понятию Культурного Пространства Очень важный Элемент Нашего понимания Нематериального Культурного Наследия Распространства То это Сфера Ответственности Географии В той Статье Мы видим Что Нематериальное Культурное Наследие Трактуется Как фактор Устойчивого Развития Что Резко Повышает Осознание Значимости Наследия Вообще И нематериального Культурного Наследия В частности Очень Важна Статья 2 Этого Документа В частности Здесь Перечисляются Основные Области Нематериального Культурного Наследия Так как И следует Воспринимать Эти Области И надо сказать Что Это Основа Международного Законодательства В этой сфере Которая В значительной Степени Перешла И В целый ряд Национальных Законодательств Отдельных Стран Мира Очень Важное Значение Имеет Третья Статья Где Обозначено Что Такое Охрана Наследия Зачастую Не все Связанные С наследием Заботятся О том Чтобы Чтобы Буквально Исполнять Исполнять Все то Что связано С охраной Поскольку Не всегда Не всегда Уделяют Внимание Буквальной Трактовки Этого Понятия Понятия Охрана Так вот Здесь Обозначено Что Охрана Нематериального Наследия Включает В себя Такие Элементы Как Идентификация Документирование Исследование Сохранение Защита Популяризация Повышение Его Роли Передачу И Отметим Главным Образом С помощью Формального И Неформального Образования Таким Образом Охрана Наследия Во многом А может быть В первую очередь Зависит От Успеха Формального И неформального Образования Формальное Это то Чем мы с вами Сейчас И Заняты И И Наконец Последнее Что здесь Хотел бы Отметить Это Статья 16 Этого Документа Где Интерпретируется Вопрос О списке Нематериального Культурного Наследия Который Ведется Как ни странно Со времени Несколько Предшествующим Принятию Самой Конвенции В частности Первые Объекты Появились В этом Списке За Два Или Три Года До Принятия Этой Конвенции В качестве Примера Давайте попробуем Представить себе Ситуацию С первыми Шагами В Реализации Положения Этой Конвенции На территории Постсоветского Пространства Так вот В 2007 Году На территории Постсоветского Пространства Было 11 Объектов Нематериального Культурного Наследия Из них Мы Видим Два Российских Объекта Первая Позиция И последняя Позиция Здесь же Мы видим И Целый ряд Объектов Из других Бывших Союзных Республик Грузия Прибалтийские Республики Узбекистан Азербайджан Киргизия Армения И действительно Большая часть Этих Объектов Это то Чем Традиционно Известны И знамениты Эти Страны Народы Этих Стран Например Грузинское Мужское Полифоническое Пение Это то Что Отличает Культуру Грузии Пожалуй Самым Существенным Самым Глубинным Образом Ну Известна поговорка Что Там Где Трое Грузин Это Обязательно Не столько Тосты И застолья Сколько Пения Именно Группами На несколько Голосов И так далее Здесь Целый ряд Интересных Привлекающих Внимание Обстоятельств Например Здесь мы Видим Уже Коллективные Номинации Например Балтийские Праздники Песни и танца Во всех Трех Прибалтийских Республиках На день Ивана Купалы Там Все Эти Страны Поют На всех Возможных Площадках Это действительно Большие Народные Национальные Очень Яркие Праздники Настоятельно Рекомендую Это увидеть Когда-нибудь Лично Это Незабываемо Это Интересно Это Демонстрация Поддержки Национальных Основ Культуры Но вот Есть и Другие Вещи Например Традиционная Обработка Крестов Ее символика В Литве Это Вышивание Крестиком По-другому Мы Слышали О чем-то Подобном В России Наверное Слышали Что Интересно Специалисты В этой Сфере Считают Что Именно Наша Страна Была Первой Которая Запустила Эту Народную Традицию Эту Культуру Тем не менее Эта Номинация Осталась За Литвой Так уж Получилось Ну и наконец Еще Хотел бы Обратить Внимание Какими Объектами Представлена Россия В этом Списке Россия С ее Небывалым Разнообразием Нематериального Культурного Наследия Она Представлена Объектом Культурное Пространство Семейских Семейские Это Этническая Группа Староверов Забайкали Это Важный Объект Но Вот Такой Вот И Аланхо Это Национальный Якутский Эпос Представленный Соответствующим Театром Это Тоже Важный Объект Но Вот И Все Можно Предположить Было Что За Период 2007 Года Присутствие Нашей Страны В этом Списке Увеличилось Но К сожалению Этого Не Произошло Список Тем не менее Продолжает Оставаться Популярным Популярным В том числе Благодаря Тому Что Некоторые Объекты Вставляют Ну Вазить Что Инфраструктуру Мировой Культуры Которые делают Ее Сильной Устойчивой Такие Как Например Знаменитые Для Целого Ряда Стран А теперь Для Мира Танцы Вот Здесь Мы Видим Танец Который Без Всяких Комментариев И Подписи Мы Узнаем Что Это Танец Фламенко Совершенно Верно Ну Вот На Сегодняшний День Сформировалась Ситуация Когда В мире Более Полутысячи Объектов В списке Нематериального Культурного Наследия В 122 Странах Мира На этой Карте Показана Чистота Представленности Отдельных Стран В списке Всемирного Наследия Что мы Видим Мы Видим На первом Месте Китай Он Лидер В этом Списке И В нашей Стране Мы Видим По-прежнему Эти Самые Два Объекта Скромно И вот Здесь Возникает Вопросы К К Политике В этой Сфере В частности Почему Россия Так скромно Представлена Один из Ответов Сугубо Формальный А потому Что Россия Подписав Эту Конвенцию До сих Пор Ее Не Ратифицировала А почему Не Ратифицировала Большой Вопрос Который Возможно Мы Затронем Когда Будем Изучать Управление Наследием Другой Важный Документ О котором Хотелось Сказать Это Всеобщая Декларация О Культурном Разнообразии Которая Была Принята Даже Раньше Чем Предшествующая Конвенция И Именно В Этой Декларации Зафиксировано Что Культурное Разнообразие Это Общее Достояние Человечества И В ней Присутствует Принципиально Важная Фраза Которую Я хотел Процитировать Буквально Будучи Источников Обменом Новаторства И творчества Культурное Разнообразие Также Необходимо Для Человечества Как Биоразнообразие Для Живой Природы Правильнее Было Бы Сказать Также Необходимо Как Природное Разнообразие Для Естественной Среды Но И В Такой Интерпретации Мы Понимаем Насколько Близки По своей Сути Эти Две Формы Разнообразия Для Поддержания Развития Благополучного Развития Нашей Планеты В этом Документе Есть Очень Важные Трактовки Разнообразия И Есть Положение О Интеграции Культуры В процесс Устойчивого Развития Еще одно Подчеркивание Важности Культуры Для Устойчивого Развития И Наконец Еще одна Конвенция Конвенция 2005 Года Об охране Поощрения Разнообразия Форм Культурного Самовыражения О ней Тоже Необходимо Знать Хотя Она известна Несколько Меньше И до сих пор Принимает Меньшее Участие В Культурной Политике Планеты Но В будущем Ситуация Может Измениться Ну и Наконец Еще Одна Очень Важная Инициатива ЮНЕСКО Это Программа ЮНЕСКО Которая Называется Память Мира Еще раз Вот ее Адрес Пожалуйста Познакомьтесь С ней Но Отметим Что Это Та Самая Программа Которая Стала собирать Документальное Наследие Реагируя На понимание Того Что Архивы Во многих Странах Мира Это Один из Главных Элементов Национального Наследия Например В Соединенных Штатах Америки Где Самым Ответственным Образом Относится К Сохранению Своих Архивов В Других Странах Ситуация Не такая Благоприятная Но В любом Случае Это Очень Важно В настоящее Время В реестрах Памяти Мира 527 Объектов Это Очень Важные Объекты В том числе От нашей Страны Какие Именно Об этом Мы поговорим Когда будем Изучать Нашу Страну С этих Позиций Но Отмечу Что Все Что Связано С политикой Охраны Наследия Воспринимается Неоднозначно И имеет Различные Политические Аспекты В частности Стоило ЮНЕСКО Включить В список В реестр Памяти Мира Архивы По Нанкинской Резне Это Как считается Преступление Японской Военщины Против Китая Как Япония Подала Протест И Вышла Из большинства Форм Деятельности ЮНЕСКО С Очень Непростыми Последствиями Для Самой Этой Организации О чем Тоже Имеет Смысл Знать Что интересно Эта программа Представлена И в нашей Стране В частности Есть Национальная Программа Память России Подробнее О ней Можно узнать В официальном Руководстве Память Мира Общие Принципы Документального Наследия С чем И рекомендую Познакомиться Ну вот В этом Обзоре Мы Поняли Что Риски Для Нематериального Культурного Наследия Это Пробязательно Те же Самые Что И для Материального Культурного Наследия Но Главное Из них Это Глобализация Которая Пытается Стереть Индивидуальное Различие Между Странами Народами Культурами Что Противоречит В значительной Степени Историческому Опыту И Скажем так Заветам Великих Предков Это известно По целому Ряду Проявлений Покажу Это На примере Соседней С нами Швеции На этом Снимке Мы видим Памятник Одному Из самых Ярких Исторических Персонажей В истории Этой Страны Васса Первый Это тот Самый Король Который Добился Независимости Швеции От Норвегии В 16 Столетии Это Был Удивительный Человек Который Достиг Очень многого Но не оставил Практически Ни воспоминаний Ни мемуаров Ничего Материального Но Его Наследие Живет До сих пор В этой Стране И в значительной Степени Объясняет Успехи Швеции В развитии И Это Наследие Может быть Сформулировано Всего в двух Словах И оно Записано На этом Памятнике В Главном Музее Светской Столицы Варар Свенский Что означает Будьте Шведами Шведы Считают Что они Те Которые Выполняют Этот Завет Своего Легендарного Короля Неплохо Бы Чтобы Этот Завет Реализовывался И в других Странах Мира И тогда Возможно Идея Сохранение Наследия Всяком Случине Материального Культурного Наследия Реализовывалось Б Куда Успешнее На это У меня Воскресенье Продолжение следует...